МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главные новости этого понедельника. Далее в подробностях. Я Алексей Рихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гуманитарка на паузе. Кто и зачем блокирует поставку помощи на Донбасс? Уже никто никуда не летит? Почему три аэропорта до сих пор на замке? Гранатомет в авоське. Далеко ли можно забрести с РПГ под мышкой? Мор миллионеров. Кто отправил на тот свет шестерых европейских богачей? Три аэропорта в Харькове, Днепропетровске и Запорожье по-прежнему закрыты. По крайней мере, для авиации гражданской. О перемещении военных самолетов пока не говорят ничего. Почему закрыли небо? Что за угроза? И можно ли таким образом избежать ее? Версии собирала Ирина Исаченко. В Днепропетровском аэропорту и сегодня пусто. Все рейсы отменены. Некоторые авиакомпании переправляют пассажиров в аэропорты других городов, в Одессу и Киев. И даже организовывают трансфер на автобусах. Но так везет далеко не всем. Я хочу просто куда-то полететь. Ну, в смысле, не куда-то, а по нужному мне маршруту. Просто, что я не могу получить информацию. Как долго будет закрыто воздушное пространство на Днепропетровском? И главное, почему в администрации аэропорта не комментируют? В справочном окне ответы лаконичные. Запрет в гособесе. А почему запрет не знаете? В той же ситуации и пассажиры аэропортов Запорожья и Харьков. Почему так сразу и без предупреждения закрыли сразу три аэропорта? Есть разные версии. Первую обнародовали еще в пятницу в Генштабе. Мол, ожидают литерный самолет. Происходит ротация российских военных, которые участвуют в работе совместной группы переговорщиков. В благосфере активно обсуждали и такую версию. Ждут не один литерный самолет, а несколько военно-транспортных. Россия и Украина готовятся к совместной зачистке террористов. По инсайдерской информации, как минимум один самолет из Российской Федерации еще в субботу благополучно приземлился в Харькове. Но небо остается закрытым. Сегодня в СНБУ прозвучала такая версия. Аэропорты закрыли из-за угрозы теракта. И вот что говорят военные эксперты. Александр Стаценко был заместителем министра обороны Украины и командующим войсками противовоздушной обороны Украины в 96-2000 годах. Все есть на территории Российской Федерации. Из зенитно-ракетной системы С-300 и доработанные по дальней стрельбе на 160-220 километров. Из зенитно-ракетной системы С-400 с дальней стрельбой до 400 километров. И авиация, которая с воздуха может пускать ракеты более 100 километров. Все три аэропорта в Харькове, Днепропетровске и Запорожье находятся в уязвимой 300-километровой зоне от границы с Россией и территорий под контролем террористов. Ракеты, выпущенные истребителями или из зенитных комплексов, могут поразить наземные цели, а также гражданские или военные самолеты в воздухе. Аэродромы оснащены штатными системами навигации противовоздушной обороны, но их мощности недостаточно, чтобы нанести ответный удар и уничтожить зенитные комплексы агрессора. Системы противовоздушной обороны, те, которые находятся у нас на территории нашей страны, они обеспечивают дальность стрельбы до 75 километров. В пользу последней версии говорит то, что на российских интернет-ресурсах уже обсуждают информацию. Якобы аэропорты Харькова, Днепропетровска и Запорожье готовят к размещению самолетов НАТО с вооружением и боеприпасами на борту. Доказательств никто не приводит, но это и не нужно. В случае чего политические манипуляторы заявят, что теракт – дело рук излишне нервных то ли казаков, то ли ДНР, ЛНР, мол, озлобились на НАТО и нажали пуск. Впрочем, непонятно, к чему закрывать небо, если террористы могут вплотную подъехать к аэропорту с ПЗРК в любой захудалой машине и совершить все, что задумали. А пассажиры, застрявшие в аэропортах, все же надеются на лучшее, что уже завтра небо откроют. Сейчас еще раз обновлюсь. Пока есть, не отменен. И на Шарм-эль-Шех тоже не отменен. На завтра, на 16-е число. Дальше начали смотреть, искать, какие есть информации, на какого числа они закрыли, как что сказали. До вторника. Вот, жду, что во вторник я улечу. До самого последнего момента мы отслеживали ситуацию по онлайн-табло аэропортов, но пока воздушное сообщение так и не открыли. Ирина Исаченко, Наталья Грищенко, Лидия Калинина, Александр Данилов, Телеканал Интер. Легко ли провести или даже пронести оружие? Средь бела дня у всех на глазах. Вот харьковская история. Город, девушка, гранатомет. Это уже было. Сегодня продолжение истории в виде эксперимента. Подробнее Лидия Калинина. С гранатометом наперевес. Так, несколько часов по Харькову, который постоянно сотрясают взрывы, где орудуют диверсанты, гуляла на днях волонтер Катя. С РПГ под мышкой, прошла по центру, села в метро, перешла с одной линии на другую и добралась до одного из спальных районов. Реакции ноль. И у милиции, и у горожан. Харьковщины не реагируют. То есть, может, они не понимают, может, они не знают. Но милиция отреагировать должна была. Вот он, тот самый тубус от РПГ. Сегодня, после того, как фото Кати с гранатометом распространили в соцсетях, милиция отреагировала. Девушка решила передать тубус в исторический музей, как подарок от бойцов из станицы Луганской. Но только достала, и тут люди в форме. Можно на Конституцию, если вдруг вылили, вот тут женщина с РГД без снаряда. Пока ждут следователей, разгоняют прохожих, не позволяют и близко подходить к тубусу, обсуждают даже, не огородить ли его ленточками. Количество милиционеров вокруг гранатомета растет, как на дрожжах. Три экипажа, около десяти сотрудников в касках и с автоматами теперь охраняют эту зеленую штуку. В Харькове и ролики по телевизору крутят, и листовки расклеивают, учат, как вести себя, если видишь незнакомый предмет. Ну вот реакция на РПГ горожан. Скажите, пожалуйста, вам интересно, что вы тут такое? Зеленая? Может быть, какая-то вытяжка, я не знаю. Как это называется, по-простому сказать? Инструмент для проведения каких-либо работ. А что похоже? Ну, я не знаю, что какое-то оружие. Хотя не все так безнадежно. Это страшное дело. Это гранатомет называется. Значит, вообще, с оружием вообще нельзя ходить по городу. Я его еще узнала от выхода из метро. Тем временем выясняется, РПГ волонтеры обратно уже не получат. Будет давать пояснение. Принят следователь, эксперт. Будут изымать. Дальше следствие. Эксперт разберется. Заряженный, разряженный. Может, это вообще картонный какой-то. Целая группа, которая собралась, чтобы передать экспонат в музей, теперь отвоевывает его у милиции. Это дуракратия. Покажи-ка, получается. Тем, чтобы милиция чем-то занята. Ваши инструкции будут работать в другом месте. Когда было позавчера, никто не смотрел. Когда знали, что привезут в музей, сразу приехало, посмотрите, сколько человек. Вернуть гранатомет не удалось. Его тщательно измерили, упаковали и отправили на экспертизу. И открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Катерину забрали на допрос. Пока, как свидетеля. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Гуманитарный стоп. Два десятка грузовиков с помощью для жителей оккупированных территорий вторые сутки стоят на украинском блокпосте. Кто и почему не пропускает их в Донецк? Ярослав Кречко расскажет. Курахово, Донецкая область. 22 фуры с продуктами, детским питанием и памперсами вторые сутки на блокпосту полка Днепр-1. На месте, говорят, нет всех документов. Но об истинных причинах комбаты Днепра и Донбасса пишут в соцсетях. Гуманитарные грузы на оккупированной территории решили пропускать в обмен на пленных украинских солдат. Вот недавно задержали несколько фур, поменяли нам на них 6 человек. Замечательно, будем действовать в том же духе. Организатором всего этого выглядит в том же фейсбуке нардеп и бывший зам Днепропетровского губернатора Филатов. Он и утверждает, гум-помощь идет на содержание сепаратистов. Волонтеры Рината Ахметова поясняют, это уже 12-й подобный рейс. Всегда один и тот же груз, одни и те же документы. И раньше ни у властей Украины, ни у международных организаций претензий не было. О том, что мирные жители на оккупированных территориях могут рассчитывать на гуманитарную помощь, вчера на совещании с силовиками говорил президент. Там ни слова о гуманитарке в обмен на пленных. На блокпостах и раньше задерживали гуманитарку. Эти кадры сняты 7 декабря. Тут не пропускают машины с медикаментами и продуктами в сторону Луганска. И тоже претензии к документам. Хотя до этого проверку на других блокпостах фуры прошли. Получается, там одно командование, здесь другое между собой. Никаких коммуникаций получается. У каждого своя территория. Гуманитарная помощь в районе Курахова и дальше стоит мертвым грузом. С просьбой помочь волонтеры теперь обратились к президенту, генштаб и правоохранительные органы. Ярослав Кричко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Что может стоять за историей с блокированием гуманитарки? И не является ли она репетицией более серьезных событий, например, уже в Киеве? Вот мнение политологов. На сегодня большинство отрядов национальной гвардии, отрядов территориальной обороны, батальонов, они формально находятся в подчинении Министерства внутренних дел. Соответственно, это квота премьер-министра Украины. Соответственно, за них в той или иной мере отвечает Яценюк, у которого достаточно неплохие связи. Мы видим тут, в данной ситуации, окремую позицию Дніпропетровского губернатора. Он, в первую очередь, не политик, не государственный деятель, а в первую очередь, бизнесмен. Я думаю, что он торгуется не за Ахметовым. Я думаю, что он торгуется на уровне Кабинета Министерства, на уровне президентской администрации. Чем он торгуется? Чи своей посадой, чи расширением своих повноважений, чи недоторганностью, чи еще чем-то. Расширением впливов тут невидимо. Чем грозит жителям Донбасса пауза в поставках и как вообще выживают люди в оккупированных городах? Сегодня мы дозвонились жителям Луганска и Донецка. Послушайте. Ходит реальный слух, но это нереально, это правда, как мы знаем, что гуманитарная помощь в городе Донецк задержана. Как мы понимаем, как здесь говорят, батальоном Днепр. Надеюсь, что этого не будет и помощь пропустят. У нас действительно начнут умирать люди, у нас нет денег. В течение дня сегодня были слышны очень сильные выстрелы. По-прежнему остается нехватка денег. Пенсии выплатили всего лишь ремонт. Люди ждут еще вторую уже выплату перед Новым годом, потому что можно начать как-то праздник. Появилось на улицах очень много людей, которые роются в мусорниках. Даже не сказать, что это нищие люди. Они одеты более-менее нормально, обуты, они не запущены. Но они роются в мусорниках. Открылись очень много точек продажи живого пива. И люди начинают потихонечку спиваться. Если раньше эти мужики ходили на завод, работали на шахту, то сейчас они просто сидят и пьют. Теперь пообщаемся с моими коллегами, которые работают на Востоке. Первым с нами на связи Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Ты работал в районе Донецкого аэропорта. Соблюдается ли там режим тишины? Сегодня в районе Донецкого аэропорта было, конечно, относительно тихо, Алексей. Его терминалы продолжают контролировать украинские военные. Но за последние сутки их позиции несколько раз обстреливали из стрелкового оружия. Правда, из артиллерии и минометов боевики по зданиям терминалов не вели огонь. Украинские бойцы продолжают соблюдать режим прекращения огня и не стреляют в ответ на такие вот провокации. Сейчас на данный момент в аэропорту тихо. В 5-6 часов вечера начинаются какие-то уже... Ну, в основном, стрелковое оружие начинается уже провокация в нашей стороне. А вот прилегающие к аэропорту поселок Пески боевики сегодня ночью обстреляли и даже использовали тяжелое вооружение. Снаряды разрывались рядом с жилыми домами. Также рассказывают бойцы диверсионные группы террористов. Подходят совсем близко к позициям украинских сил. Ночью даже завязался ближний бой и работал снайпер по украинским позициям. По нам был выстрел. Поэтому АГАС перенесли, спрятали немного. Но по прорискам было три мины из миномета. Одна попала, кстати, практически под дом за полметра. Метра была? Да. Хорошо, что никого не было на улице. Боевики и российские наемники сейчас проводят ротацию. Об этом мне сказали наши украинские разведчики. Они зафиксировали передвижение новой техники. Уверяют, что террористы продолжают укреплять свои позиции. Об отводе тяжелых вооружений речь не идет. Наоборот, у противника появляется новое оружие. Украинские военные пока приводят также в порядок свое оружие. Бойцы ремонтируют технику и запасаются боеприпасами, чтобы в случае нападения дать противнику отпор. Конечно, если будет такой приказ. Например, бойцы правого сектора сегодня большую часть дня готовили снаряды для пушки. Здесь вот на передовой фраза «Хочешь мира, готовься к войне» приобретает буквальный смысл. Сейчас наметилась вот такая тенденция. Это если обобщать, что боевики обстреливают позиции украинских сил в темное время суток. А вот днем, как говорят военные, такая вот пугающая тишина. Алексей? Это был Вениамин Трубачев из Донецкой области. Ну и пока кто-то мерзнет на передовой, кто-то в это время дерет с него три шкуры и угрожает семье, декларируя при этом патриотизм и призывая в роликах помогать нашим бойцам на Донбассе. Кто сдал жертву и такой поддержке, как на нее ответил, подробнее Максим Кошелев. Анатолий – боец 34-й бригады. Мобилизован весной, с июля на передовой в зоне АТО. Ему часто звонят, но не родственники, а коллекторы. Робот принадлежит «Приватбанку». Зимой Анатолий снял с кредитки 2,5 тысячи гривен, потом регулярно вносил ежемесячные платежи. Когда ушел воевать, платить уже не мог, но был уверен, пообещали же не начислять участникам отцов проценты и штрафы. Однако закон не для всех. Родным Анатолия стали приходить письма из банка. В них «Приватбанк» грозит запретом выезда из страны, арестом и продажей имущества родных. И сумма долга выросла почти в 30 раз. Кстати, письма банка стилизованы под решение суда. Именем Украины судья... Мы пытались спросить у «Приватбанка», почему они игнорируют законы, кто позволил им решать что-то от имени Украины. Но, как и всегда, наши вопросы остались без ответа. Банк в данном случае порушает нормы закону, обходит распоряжение Национального банка Украины, который звертает уважение на обовязковое закону. И, по-третьему, порушает закон и права споживателя, использует даже не очень законные схемы, потому что направит подробные документы. И это, в общем, шахрайство. Юристы советуют Анатолию записать телефонные угрозы, приложить письма банка и подать заявление на него в милицию. Но у него есть для коллекторов и банкиров свое решение. По-солдатски простое. Я им смс-ку отправил, что приезжай до меня под горловку, я тебе выплачу все и с процентом, и засуну ваше решение, куда вам требует. Ответа пока нет. Максим Кошелев, Виталий Коваленко, подробности, телеканал Интер. Вернемся в зону АТО. Руслан Смещук выяснял, как соблюдается там перемирие. Руслан, здравствуй. Какая ситуация? Что говорят военные? Алексей, ну вот за текущие сутки ситуация коренным образом не изменилась. Действительно, вот после объявления режима тишины стрелять стали меньше, но перемирие соблюдаются в одностороннем порядке. Украинские военные не стреляют, а по их позициям периодически перелепают. В целом режим припинения вогню террористы порушили шесть разів. С їхнього боку линали пострелы по позициям села ТО на Луганскому, Донецькому та Дебачевском флотзарке. В зоне агрессивной вооруженной активности опинились национальные пункты Крымский, Трудівский, Дебальцево, Чернухино. Сегодня мы работали в Луганской области, в районе поселка Беловодск. Это на Украине российской границе. Ситуация там остается достаточно напряженной. После объявления перемирия динамика боевых действий там уменьшилась. Но вот полной тишины так и не наступило. Кроме того, в последнее время там часто летают беспилотники, которые отслеживают перемещение украинских силовиков. Буквально вчера на диланці Красної Таловки був беспилотник, який відпрацьовував свою диланку, якому було визначено. Обстріли, вони стали більш тихішими, не так часто. Але обстріли продолжаются. Также сегодня мы стали очевидцами необычной трогательной акції. Школьники из Западной Украины передали через пограничников теплые вещи, игрушки и свои письма со словами поддержки деткам Восточной Украины. Вот вы их сейчас видите на своих экранах. Многие малыши вместе с родителями бежали из зоны постоянных боевых действий. Похоже, что подобного тут не ожидали, но эту инициативу простых школьников из Волынской области тут на Востоке оценили. Ведь без политики чиновников, а просто от чистого сердца. У нас в школе 248 учеников, из них 28 учеников, которые прибыли из зоны АТО. Мы должны общаться между собой завжди. И это очень хорошо, когда дети чувствуют поддержку детей из Западной Украины. А дети из Западной Украины будут видеть, как мы живем. Остается надеяться, что и другие школы из самых разных областей Украины подхватят подобную инициативу. И уже с первого класса дети Востока и Запада начнут общаться между собой, поддерживать друг друга. Алексей? Спасибо. С нами на связи был Руслан Смещук. Далее узнаем, что происходит в Мариуполе. Там работает Александр Пантелеймонов. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Как у вас прошел день? Да, Алексей, сейчас под Мариуполем продолжается затишье. За последние сутки из-за густого тумана даже не вылетали вражеские беспилотники, по уже порядкам надоевшие нашим войскам. И украинские военные сейчас говорят, полностью соблюдают режим прекращения огня. Мы сейчас находимся трошки на отдалении от переднего края. Фактически мы вкладываемся в те нормативы, которые вызначены Минскими договоренностями, что тяжелое оружие, чтобы было не ближе 15 километров от переднего края. Вот в Мариуполе сейчас значительно похолодало, и бойцы прямо у места несения службы греются или у костров, или в палатках. Хочу также отметить, что почти во всех подразделениях, где мы побывали, есть полевые печки, а местные жители, которые ездят по дорогам, уже привыкли к проверкам и относятся к ним спокойно. Останавливают паспорт, проверяют прописку, багажные содержимые бардачка. Все так, проблем никаких. Нормально все. Общий язык находим. Ну и хотелось бы также отметить, что за последние несколько месяцев значительно улучшились отношения между местными жителями и нашими военными. Вот сегодня мы стали свидетелями такой ситуации, что в одном из поселков местных есть проблемы с питьевой водой, и эту питьевую воду уже подвозили им наши военные. А что, нет воды в селе, что ли? Ну да, вот нет воды в селе. А почему? Ну, сгорел мотор, и все. Кто их знает? Также нам удалось встретить поистине уникального бойца. Танкисту, механику-водителю Александру Ильичу уже 60. Он пошел в армию добровольцем, и в подразделении говорят, воюет едва ли не лучше всех. Можливо, для меня самое важное, что это моя страна. Для меня. Самое главное. Пока это у меня все, Алексей. Спасибо. Как прожил день в Мариуполе, узнали от Александра Пантелеймонова. В Бельгии забастовка забастовок, самая грандиозная стачка года, парализовала и государственные учреждения, и частные, но не работу евробюрократов. А они сегодня встречались с украинскими чиновниками. О чем говорили и о чем спрашивали София Гордиенко. Если в Украине реформ ждут, правда почти безуспешно, то в Бельгии любое экономическое новшество правительства встречают в штыки. Да еще какие. После призыва затянуть пояса в стране наступает паралич. Самолеты не летают и не ходят поезда, как сегодня. Забастовки портят жизнь простым смертным, но что касается еврочиновников, то они смогли не только добраться сюда, в дворец Европы, но и успешно поработать. Их заседание началось с вопроса об Украине. Украинскому вопросу был посвящен завтрак. Министры вместе с верховным представителем ЕС уверяли нашу делегацию о своей дружбе и неликали, что пора бы уже взяться и за конкретные действия. Ждут, конечно, реформ. Все ждем. Но надо еще работать. Есть новое правительство, новые лица. Кстати, несколько лиц литовских там можно увидеть. Надо будет делиться уже ответственность. Но, серьезно говоря, то, конечно же, время тоже, оно не терпит. Ситуация в отношении безопасности очень сложная, что государство находится в войне. Тем не менее, парламент работает, принимает законы, в том числе спорные. Вопрос, почему не принимать законы, которые необходимы для реформ? Не умеешь, научим, не хочешь, простимулируем. Страны бывшего соцлагеря, которым удалось пройти нелегкий путь, готовы взять счастье над соседями. Мы договорились о том, что мы распределим между собой области, где мы видим необходимость реформ в Украине и будем, так сказать, курировать эти области. Кто что будет курировать, станет понятно уже завтра, когда министры вместе с верховным представителем Евросоюза Федерико Магарини приедут в Киев. Говорить будут уже с президентом о конкретном воплощении реформ в жизнь и о четких датах и планах. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер. Брюссель. В России торжество справедливости. Амнистированному экс-министру обороны Сердюкову вернули 40 мобильных телефонов. Все его личные, их якобы изъяли при обыске. А вот кто и почему считает потери, узнаем у Данила Русакова. Он в Москве. Цены на углеводороды стремительно летят вниз. Роснефт в лице Сечина просит денег из фонда национального благосостояния. На этот раз госмонополии потребовалось аж 400 миллиардов рублей. Заявку пока не одобрили. Это как раз тот случай, когда промедление смерти подобно. Деревянные продолжают ставить новые антирекорды. Доллары продают по курсу 1 к 63. Евро в среднем на 15 рублей дороже. За последние полгода российский рубль обесценился ровно вдвое. И положительных прогнозов нет. Многие отказались от новогодних туров. Валютные кредиты решаются брать только единицы. По подсчетам специалистов, после Нового года все ринутся в магазины бытовой техники. С прилавками тут стиральные машины, микроволновки и даже миксеры. В общем, все то, что можно в тяжелые времена, будет потом перепродать. Все люди в панике. Почему наше правительство ничего не предпринимает? Ну, сейчас это как бы, знаете, мы понимаем, что рост это идет же все-таки, ну, как бы война такая вот начинается. Это будет ударить, и вообще мы это, последствия все эти узнаем. Я думаю, что в начале следующего года будет сложнее. Уже сейчас настроения в обществе называют почти депрессивными. Информагентство сообщает, МВД укомплектовывают новыми бронзбойтерами, которые можно использовать против демонстрантов. Полицейским дают понять, они опора власти и в обиду их точно не дадут. Так случилось и с полномочным представителем Чечни в Украине Рамзаном Сыцулаевым. Примечательно, что этот человек Рамзана Кадырова. Вот они вместе на фотографии. В ноябре доверенное лицо, по данным правоохранителей, устроило с ними же потасовку в одном из заведений Москвы. Ранее следственные органы уже интересовали Сыцулаевым. Сообщается, что он якобы имел отношение к незаконному обналичиванию денежных средств. Собственно, за них он вроде бы обещал выточить из СИЗО бизнесмена Андрея Новикова. Взятку должна была передать супруга арестованного. Сейчас Сыцулаев Грозному на допросы, судя по информации, из открытых источников не приходил. Некоторым показался парадоксальным сам факт высокой санкции на наезд. Человек Рамзана Кадырова в условиях вертикали власти лицо неприкасаемое. Чем Сыцулаев отличился как доверенное лицо в Украине? Для кого именно? Не для тех ли чеченцев, которые сейчас на Донбассе, на стороне так называемых ЛНР и ДНР? Этим вопросом пока что никто особо не задавался. Да, и вряд ли задастся. Теперь интересуются другим, найдется ли еще кто-нибудь из окружения Кадырова, кому могут выдвинуть обвинения. Был бы человек, а обвинения, как известно, всегда найдутся. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. В Лондоне очередная странная смерть. На этот раз бизнесмена Дэвида Уэста, кстати, главного свидетеля по делу Литвиненко. Его зарезал собственный сын. Это основная версия, но есть еще одна. Причем она касается и других миллионеров, которые ушли из жизни при очень странных обстоятельствах. Каких подробнее Оксана Кундеренко из Лондона? Смерть Дэвида Уэста не единственная загадочная гибель в последние дни. На прошлой неделе мы рассказывали о миллионере Скотте Янге, который выбросился из окна пентхауса. Так вот, на самоубийство он решился из-за связи с русской мафией. Project Moscow – это клуб миллионеров, которые наживались, используя коррумпированные связи в российском правительстве. Заманивали наивных бизнесменов крупные проекты, выбивали инвестиции под огромные проценты. В этой тусовке было шестеро человек, и теперь все они мертвы. Янг был последним. Ему принадлежало 50% Project Moscow, купленных у партнера Бориса Березовского. Что касается Бориса Абрамовича, спецследователи Коронеры до сих пор выясняют, повесился он сам или ему помогли. До этого члены клуба миллионеров умирали один за другим, попадали под поезд метро, сваливались с крыши, разбивались на вертолете. Родственники уверены, это не имеет ничего общего с несчастными случаями или суицидом. За всем стоят российские спецслужбы или мафия. И требуют от Скотландьярда более тщательного расследования. Пока же Шерлокам и Фуару дают фору журналисты. Они накопали, что вступительный взнос в тайное сообщество составлял 180 миллионов долларов. И что дельцы не гнушались ни шантажом, ни запугиванием своих партнеров. Знали слишком много и поэтому в итоге им закрыли рот. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Закручивание гаек. Накануне турецкая полиция арестовала более 20 журналистов, менеджеров и других сотрудников СМИ. А еще провела обыски в офисах телекомпании и газеты, связанных с оппозиционером и проповедником Фетхолахом Гюленом. Он сейчас живет в США. Обвинение задержанным более чем серьезное. Попытка государственного переворота. Гюлена считают одним из главных политических противников президента Турции Раджаба Таипа Эрдогана. В следующем году в стране пройдут парламентские выборы. Власть настаивает, именно сторонники Гюлена стоят за массовыми акциями протеста в прошлом году. И именно его СМИ публикуют компромат на членов правительства. Это не все новости дня. Смотрите нас далее. Лекция под прицелом. Кто напал на аудиторию в центре Киева? Восстание в колонии. Заключенные в Кировоградской области против начальника. Не проел свое счастье. Американский школьник во время обедов заработал 72 миллиона. Казино. Их показательно закрывают, но уже на следующий день они снова работают. Буквально позавчера милиция зачистила подпольное казино в самом сердце столицы, в одном из развлекательных центров. Одноруких бандитов изъяли, входную дверь опечатали, нашли сейф. По подсчетам правоохранителей, месячный оборот заведения мог составлять до миллиона долларов наличными. Наши журналисты решили проверить, работает ли казино сейчас. И вот что обнаружили. Опечатанную дверь открывали. Бумага содрана, сверху наклеена новая. Работает ли заведение ночью, как работало. Кто крышует этот бизнес и можно ли побороть эту мафию. Не только милиция и прокуратура, а также крышуют и чиновники местные самоврядувания, также крышуют и люди не только в погонах, но и со значками. Поэтому разные лица есть. Я не очень верю в то, что это получится быстро. Сейчас на троище не отсутствует казино. Мы закрыли все казино чуть более, чем за два месяца. Ситуация на Одесском нефтеперерабатывающем по-прежнему не меняется. На выходных топливо продолжали выкачивать. Сколько? Куда оно делось? И что обо всем этом думают в Киеве? Информацию собирал Андрей Анастасов. Черное золото Одесского НПЗ. По трубе оно уже ушло в резервуары соседней компании Синтезойл, принадлежащей группе Приват. Приватовцы, напомню, якобы сдали эти емкости в аренду госпредприятию Укртранснефтепродукт. Именно ему суд передал арестованное сырье на хранение. Но с хранением как-то не сложилось. В пятницу изношенный трубопровод прорвало. Сколько дизельного топлива при этом вылилось в землю, неизвестно. На НПЗ, говорят, из их резервуаров, по крайней мере, ушло 10 тысяч тонн. Сколько пришло в резервуарный парк Синтезойла, мы информации не имеем. Поэтому оценить потери при перекачке объективно пока возможности нет. Пока перекачка прекращена, новый распорядитель сырья готовится к следующей переброске топлива. На НПЗ тем временем трубят во все инстанции, что нарушаются все правила безопасности, и они лишены возможности контролировать процесс. Ответов пока не приходило. Напомню, сейчас завод захвачен вооруженными людьми без опознавательных знаков. Нефтепродуктов там на десятки миллионов долларов. Могут быть обвинения в наш адрес в том, что были некие хищения, недостачи до этого. Но как-либо опровергнуть, доказать, у нас сейчас возможности нет. Чтобы достучаться до правоохранительных органов, адвокаты собрали сегодня в Киеве пресс-конференцию. Утверждают, на Одесском НПЗ реализуется схема воровства нефтепродуктов под прикрытием государства. Напомню, сырье арестовали после возбуждения дела по факту контрабанды нефтепродуктов беглым олигархом Сергеем Курченко. Вы решили ворожать очень простую речь. Просто вкрасить то масло, на которое накладено арест. Масло, которое арестовано по криминальному проведению. Выбивается, естественно, крадежка. Выбивается слив на автопродукты. В компании «Укртранснефтепродукт» стабильно отказываются комментировать ситуацию. А вот от одесского нефтеперерабатывающего вечером пришла новая информация. Руководство объявило бессрочный простой в работе, потому что при наличии вооруженных людей существует угроза жизни сотрудников. Таким образом, с завтрашнего дня автоматчики останутся с тем, что еще не забрали. Андрей Анастасов, Ольга Рыцарь, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер». Ограбление в центре Киева. С оружием и стрельбой. Среди пострадавших – слушатели лекции. Провокация? Возможно. Но если да, то чья? И какой будет следующий? Елена Зорина продолжит. О том, что произошло в этой аудитории, сегодня напоминают лишь вот такие следы на стенах и потолке. Это следы от выстрелов. Здесь проходила лекция по банковскому делу, как вдруг в помещение ворвались грабители. Вот видео с камер наблюдения. Полтора десятка человек в балаклавах в субботний вечер врываются в здание университета. Блокируют проходную и бегут на второй этаж целенаправленно в аудиторию. Там читал лекцию бывший замглавы Насбанка Украины. С криками там ложиться, лицом вниз. Ну, в процессе там, я так понял, что паспорта почему-то и телефоны требовали положить на стол. И уже через 10 минут скрываются. Слава богу, через мягкие ткани прошло все, оно вышло вот здесь, кстати, сзади. Это один из пострадавших. Американец украинского происхождения бежал за нападавшими и получил пулю в живот. Почему-то все в той же одежде, что и два дня назад. Хоть из больницы выписали еще вчера. Граблен полностью, у меня были все там деньги, кредитные карточки. Эти Бориславы Березы, эти Яроши, все должны надавить на этих. Психиатрическая лечебница, видимо, ждет пациента. Завтра меня кто-то обвинит о том, что я планировал взорвать Кремль. Еще кто-то скажет, что я планирую подорвать экономику Соединенных Штатов Америки. А вот и организатор этой лекции. Это следы от наручников. Есть еще синяки на животе. Без явных следов побоев это признали и в милиции. Его, как утверждает, похитили, вывезли в лес, а дальше он оказался в милиции Киева. И все это за два часа. По приезду за вказанную адресу правоохоронцы установили, что в помещение зайшло близко 15 человек в камуфляже, в балаклавах и с масками на обличке. В аудитории, где проходила лекция, человек сделали два пострела с неустановленной оружием в стиле, после чего открыто завладели майном присутствующих. Вся эта история выглядит очень постановочно, до такой степени, что вызывает глубокий интерес, кто же действительно скрывался за масками, кто их действительно прислал. Но еще больше интересно, что последует дальше и какова конечная цель всей этой, повторюсь, постановочной истории. Елена Зурина, Андрей Кузнецов, подробности телеканал Интер. Суд приступил к рассмотрению апелляции по делу главы Укринтерэнерго Владимира Зиневича. Адвокаты хотят добиться отмены решения Печерского суда об аресте подзащитного и внесении залога на сумму более чем 365 миллионов гривен. В начале заседания представитель гособвинения предоставил суду результаты экспертизы качества угля, который был приобретен для украинских ТЭС через Укринтерэнерго в ЮАР. Но поскольку заключение экспертов было подготовлено сегодня, суд перенесли на утро 16 декабря. Я напомню, Владимир Зиневич был задержан 4 декабря. Обвиняют его в заключении в августе контракта на приобретение южноафриканского угля сомнительного качества. О его поставках Киев договорился в августе. Законтрактовал миллион тонн. Это лишь 15-я часть от необходимого. В результате, уже после поставки угля, оказалось, что он не пригоден для украинских теплоэлектростанций. В печах Змеевской и Трипольской ТЭС, для которых был предназначен этот уголь, он не способен гореть самостоятельно. Подходящее топливо для украинских станций можно найти. Например, в Австралии. И президент Порошенко уже договорился о поставках топлива с этой страной. Однако цены, объемы, сроки пока неизвестны. Но стороны обсудят эти вопросы в ближайшее время. А в Австралии драма с захватом заложников. Кто их удерживал и как развивалась ситуация? Подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Там очень внимательно в прямом эфире следили за тем, что происходило в Сиднее. Весь мир и в первую очередь Америка, которая возглавляет борьбу против сламского фундаментализма, следили почти сутки за драмой в кафе Лин в центре Сиднее. Там рано утром в понедельник по местному времени неизвестный захватил заложники почти 40 человек. Район тут же оцепили полиции, австралийский спецназ. Вот когда в витрине кафе появился черный флаг с арабской вязью, сомнений не осталось. Людей удерживает сламский радикал. На флаге, который держал заложник, была надпись «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Пророк». Его было ясно, что из оружия у радикала точно есть винтовка, но была ли взрывчатка, непонятно. Позже удалось остановить и личность террориста. Это выходец из Ирана Мэн Харон Монис, который получил убежище в Австралии еще в 90-е годы, однако имел много неприятностей с полицией. Он проходил по десяткам случаев обвинений в сексуальных домогательствах, отправлял письма с угрозами семьям погибших в Афганистане солдат. Но вот чего именно хотел добиться Монис, захватив заложников, до сих пор неизвестно. Несколько человек смогли все-таки выбежать из кафе, когда их отправили на кухню за едой. Это просто взбесило Монис, и ситуация тогда накалилась до предела. Но поздно ночью власти все-таки решили пойти на штурм. Пока появляется довольно противоречивая информация о жертвах. Сообщают, что террориста убили, застрелен, вроде еще один человек. Но кто это и правда ли это, пока непонятно. На фоне этой драмы исламские фундаменталисты захватили заложников в библигийском городе Гент. Террористов удалось нейтрализовать, избежав при этом каких-либо жертв. Нападавшие кричали «Аллах Акбар», так что их связи с исламским миром очевидны. И подобный инцидент на сей раз в столице Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд. Там в плен попали трое иностранных рабочих. После перестрелки их удалось освободить, но с иной жизни полицейского. Все три случая произошли в один день, и они очень похожи между собой. Связано ли это с деятельностью организации «Исламское государство» пока не удалось доказать. Слишком мало времени прошло. Но то, что в исламском мире радикалы активизировались, это факт. Америка и западные страны должны быть готовы дать им сильный и мощный отпор. Дмитрий Иловский, Юрий Романик. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Неисправимая ошибка правосудия. Китайцы оправдали посмертно. На Филиппинах заключенные обустроили рай за решеткой. И как американский школьник сколотил состояние, поверьте, очень приличное, на переменах. Об этом не только в обзоре. Американский школьник заработал 72 миллиона долларов во время обеденных перерывов. 17-летний Мухаммед Ислам, выходец из семьи бенгальских иммигрантов, не бил баклуши и сколотил состояние на Нью-Йоркской бирже. Торговать Ислам начал в 9 лет. Сейчас он президент школьного инвестиционного клуба. Через год планирует открыть собственную брокерскую компанию. На заработанные деньги уже приобрел БМВ и снял апартаменты в Манхэттене. Китайца признали виновным спустя 18 лет после его казни. Нечудовищную ошибку допустил суд в провинции Верхняя Монголия. Юношу по имени Хухджи признали виновным в изнасиловании и убийстве девушки. Только теперь в деле появился новый свидетель. Он подтвердил, что Хухджи не только невиновен, он пытался спасти жертву. Оказалось, преступление совершил серийный убийца. Он во всем признался. В качестве компенсации семье Хухджи власти пообещали заплатить аж 5 тысяч долларов. Красиво жить не запретишь даже за решеткой. Во время внеплановой проверки в филиппинской тюрьме полиция обнаружила джакузи, игровой центр и секс-игрушки в ассортименте. В камере одного из наркобаронов нашли секретные ходы, которые вели в подпольный мир развлечений. Из райского уголка уголовников полиция конфисковала синтезаторы, ударную установку, дисплеи с плоским экраном, игровые приставки, игрушки для взрослых, спиртное, наркотики и даже бойцовских петухов. В зоопарке Сан-Диего умер последний в мире самец белого носорога. Животное по имени Ангалифу ушло из жизни от старости. На планете осталось всего 5 белых носорогов, но все они самки. Одна из них живет в зоопарке Чехии, остальные в кенийских заповедниках. Вымирание вида винят браконьеров, считается, что рог животного обладает целебными свойствами. Еще в середине 20 века популяция белых носорогов превышала 2000 особей. Английскую певицу Сару Брайтман отправят в космос в октябре 2015-го. После 10-дневного перелета обладательница неземного голоса побывает на Международной космической станции. Уже в январе поп-дива приступит к тренировкам. Ранее Брайтман успешно прошла медкомиссию. Если все получится, британка станет восьмым космическим туристом, побывавшим на орбите. Стоит такое удовольствие 20 миллионов долларов. Майдан в колонии. Осужденные взбунтовались против начальника. Кто в этой истории виноват? В ситуации разбиралась наш корреспондент Елена Брынза. Это Устиновский исправительный центр. Здесь 66 осужденных. Большинство за кражи и разбой. Из тюрем и колонии сюда переводят заключенных, которые стали на путь исправления. Режим здесь мягче, но вот условия жизни и труда рабские. По 12 часов. Работа на ферме. Надо выходить в 7 утра к животным. И заканчиваю я работать в 6-7-8 часов. Это без выходных. За 120 гривен за 2 месяца. С несогласными разговор короткий, говорят заключенные. Карцер и побои. Это же делается все так, чтобы осужденные. Потому что если бы осужденные это видели, они бы не допустили. Бьют, ночью человека, лицо фиолетовое. Подобные обвинения в адрес начальника этого исправительного центра не новы. Интернет пестрит аналогичными историями арабской эксплуатации, психологическом давлении и физической расправе над осужденными за последние 4 года. Это как раз период руководства Сергея Салова. Сам он все отрицает. Говорит, на него наговаривают с подачи одного из осужденных, чтобы не работать. Это засуженный Белоус, который не стал на шлях выправления, который постоянно порушивает режим удержания в установке, который дестабилизирует оперативную обстановку. Но на произвол начальника центра жалуются не только осужденные. Местные жители возмущены. Салов разобрал на стройматериалы почти все соцобъекты, переданные на баланс исправительного центра, в том числе и бывшую больницу. С проверками в центр неоднократно приезжало руководство областной пенитенциарной службы. Но там нас уверили. 90% тревожных сигналов подтверждения не нашли. Правозащитники знают почему. Осужденные в какой-то момент выступали в роли субъекта, который желает защитить свои права, но, как правило, до конца не шли. Почему так происходит? Вопрос открытый. То ли запугивают, то ли действительно осужденные в затее в бунт, затем боятся ответственности за ложь и не хотят говорить неправду проверяющим. Но точно известно, что только за этот год из Устиновского исправительного центра сбежали 8 человек и были две попытки суицида. Эта история может оказаться тупиковой, где обе стороны в большей или меньшей степени плюют на закон. Елена Брынца, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Вот таким увидели этот понедельник журналисты подробностей. Мне осталось только поблагодарить вас за внимание и попрощаться. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова